Встреча с Нижнеками 32-летний Нижнекамец организовал притон для занятия проституцией. Для оказания интимных услуг он нанял двух девушек. Притон со сказочным названием «Дюймовочка» располагался в одной из жилых квартир дома по улице Менделеева. Отсюда девушки прямиком направлялись по адресам клиентов. Зарабатывать незаконным способом мужчина начал в 2013 году, но продлилось все недолго. Полиция притон обнаружила и бизнесмен предстал перед судом. Свою вину подсудимый признал, сообщив, что раскаивается в содеянном. Суд учел все обстоятельства дела, в том числе наличие у мужчины двух несовершеннолетних детей. Ему вынесли окончательный приговор. Наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей. Родители полицейские и воспитатели 15-го детского сада накануне были встревожены. Потерялись два брата, пяти и шести лет. Искали их два часа. Как удалось выяснить нашему корреспонденту, многодетная мама забрала сыновей и пошла за дочкой. Мальчики остались на крыльце. Когда женщина вернулась, детей уже не было. Камеры видеонаблюдения подтвердили. Братья ушли за территорию дошкольного учреждения в районе пяти вечера. Домой они пришли самостоятельно, ближе к семи. Как оказалось, мальчишки решили прогуляться. Отмечу, что расстояние между детсадом и домом, где проживает семья, приличное. Еще несколько десятков лет назад в стране широко отмечали День пионерии. Именно 19 мая считалось днем всесоюзного праздника. Сейчас пионерского движения уже нет, но знаменательную дату не забыли. Сегодня днем в парке чтения и семейного отдыха имени Габбулы Тукая прошло торжественное мероприятие. Во время него наградили лауреатов конкурса «Детство без границ». Также отметили лучших педагогов, организаторов общеобразовательных учреждений. Всего приняло участие около 100 человек. В городе впервые прошел конкурс исполнительского мастерства преподавателей музыкальных школ, школ искусства и творческих центров. И мастерство, и вдохновение – так назывался фестиваль. 44 коллектива, 3 номинации, компетентное жюри. Мероприятие получилось по-настоящему профессиональным и зрелищным. Сегодня состоялось подведение итогов. Обладателем Грам-при стал камерный ансамбль «Классик-квартет». 18.30 в эфир выйдет итогов выпуск новостей и вот одна из главных тем. Работа кипит. Когда ждать открытия городского парка? Открытие обновленного городского парка будет грандиозным. И какой сюрприз приготовили местные власти? Об этом не только. Уже через полтора часа оставайтесь с нами, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...